Уборка! Уборка! Снова уборка! Развлекаться не разрешают! Я так хотел попасть на большой слаймовый бал! Это же такое событие! А вместо этого... Вот что! Моя злая мачика заставила отделять скиту со команденц! Сказала, что пока не закончу никаких мне баллов! Картошка, может ты мне поможешь? Нет? И мне нельзя съесть ни одной конфеты! Мачеха сказала, что потом их пересчитает! Не грусти, дорогой Сэм! Я знаю, как тебе помочь! Ого! А ты кто? Фея? Я твоя крестная, мой дорогой друг! Я помогу тебе попасть на бал! Я готов прямо сейчас! Но я не могу! Надо разделить конфеты! Не переживай, Сэм! Я сделаю тебе волшебный аппарат для сортировки конфет! Волшебный аппарат? Да! Привет-привет! Со всеми этими делами я не забыл про вас, дорогие зрители! И сегодня вы увидите кое-что интересное! Да! Сегодня мы создадим волшебный аппарат для сортировки конфет! Ты просто взмахнешь палочкой и он появится? Что? Нет, Сэмми, магия так не работает! Сначала нужно подготовить все детали, а затем собрать сам аппарат! А там и магия пойдет! Так-так, ну хорошо! Это все равно будет быстрее, чем вручную их сортировать! За что я отвечаю? Пожалуйста, вырежь отверстие в этих картонных деталях! Картонных? Не очень-то по-магически звучит! Ну да ладно! Даже волшебство требует усилий! Ставьте магические лайки, если согласны! А я пока начну собирать наш волшебный аппарат! Тут у меня двадцать четыре полосочки из картона, каждая размером двадцать два на два сантиметра! Нужно склеить их по четыре, чтобы получилась крепкая основа для нашего аппарата! Ведь конфеты не такие уж и легкие! Хм... Нет, нет, стой! Что? Нельзя есть ни одной! Вот узлая мачеха накажет меня! Ого! Хорошо, хорошо, не буду! Ты такой честный, мой дорогой крестник Сэм! Да, я такой! Трудолюбивый и честный! Пойду дальше вырезать отверстия! Трудолюбие и честность очень хорошие качества! А как вы думаете, какие черты характера самые важные? Расскажите в комментариях! Ла-ла-ла-ла! Вот такие надежные детали у нас получились! А эти я сделала из полосок двенадцать на два сантиметра! Все готово для склеивания основы! Все готово? Зачем тогда я вырезал? Нет-нет, Сэмми! Это еще только детали, видишь? Я склеиваю их в одну большую основу! А твоя работа пригодится нам позже! Хе-хе! Скажи-ка, фея крестная! А ты можешь сделать так, чтобы фантики от конфета исчезали сами собой? А я не ходила, не собирала их потом по всему дому! Сэмми, а ты попробуй их сразу в мусорное ведро выбрасывать! О, ну ладно! Абра-кадабра! Нет! Ахалай-махалай! Опять не то! Попробуем еще раз! Ммм, нет! О! Крэкс-пэк-пэкс! И еще разок! Вжуу! Да! Хе-хе-хе! Ммм! Ммм! Вкуснятина! Хе-хе-хе! У Сэмми такая бурная фантазия! Но для того крафта нужна не столько она, сколько аккуратность и терпение, пока склеиваешь детали в некое подобие ящика! Вот так! На нем будут держаться все остальные детали! Начнем вот с такой платформы! Она тоже сделана и склеена из картонных деталей! Медленно и аккуратно приклеиваем ее к основе! Нанесем немного волшебного клея! Зацените синие блестки! А теперь по краям! Сзади! И спереди! А сейчас... Что это? Учи меня картонный домик на слаймовый бал! На встречу веселью! Сэмми, что ты делаешь? Это же детали для нашего конфетного аппарата! А, да? А я думала, что если сяду в них как в машину, то сразу и попаду на бал! Боюсь, у картона нет таких волшебных свойств! Но зато эти детали помогут нам завершить поделку! Ровненько я все вырезал, да? Да, Сэмми! Это одни из самых важных деталей аппарата, потому что через эти отверстия будут выпадать конфеты! О, тогда скорее устанавливай их на места! Так, эта большая штука будет сверху! Осторожно! А вот эту даже приклеивать не нужно! Но... Кружочки! Да, Сэмми, надо приклеить к ней кружочки вместо ручек! Сначала займемся одной ручкой! Устанавливаем деталь! И переходим ко второй ручке! Отлично! Деталь двигается просто чудесно! Да, я тоже попробую! Хватит пока! У тебя еще будет время поиграть! А нам еще все стенки приклеивать! Все стенки? А сколько их? Давай пересчитаем! Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Пять! Пять стенок! Правильно! Но стенок из картона недостаточно! Надо еще сделать стенки из стекла! Вот такие! Ой! Ой, что? Надо добавить еще одну важную деталь! Две, если быть точной! Магия! Сделаем две маленькие горочки для конфеток, чтобы им было проще попадать в отверстия! Да! Конфетные горки! А теперь нужно установить прозрачные стенки! Чтобы знать, что внутри! И что важнее, сколько осталось! А это что ли не бесконечный конфетный аппарат? Нет, Сэмми, в какой-то момент все конфеты заканчиваются! Эй, не грусти! Я установлю крышку, а потом ты увидишь, что такое настоящая магия! Скорее бы! Придется немного подождать, потому что горочки внутри аппарата — это еще не все! Нам нужно установить горки и снаружи! А слаймом можно покататься на такой горке? Очень сомневаюсь! Ну, если ты не хочешь превратиться в слайма размером в конфетку! Ой, нет, не хочу! Ну, тогда пусть по таким горкам съезжают только конфеты! Тут у нас будет скиттлс! А здесь эм энд эмс! Хм, фея крестная! А как этот чудесный аппарат решит проблемы с сортировкой конфет? Он же только высыпать их отдельно может! Сэм, слушай, ну не зря же я фея крестная! Би-ба-ди-ба-ба-ди-бум! Вот тебе два контейнера с конфетами! Святые матерки! Давайте высыпем конфеты в разные секции и опробуем наш аппарат! И не переживай, потом тебе можно будет съесть парочку! Я добавила побольше, чтобы злая мачеха ничего не заподозрила! Да! Хе-хе-хе-хе! Итак... Поехали! Хе-хе-хе-хе! 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 Здорово! Ух ты! Хе-хе-хе! Ага! Больше никакой путаницы! Я стать счастлив! Лиф, теперь можно и на бал! Конечно, Сэмми! Раз, два, три! Ой, что-что? Где? Это же моя спальня, а не бал! Как странно! Ничего не понятно! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Привет, Сэмми! Хочешь конфетку? Сьюзи? А откуда взялся этот конфетный аппарат? В смысле? Он у тебя уже давно, а ты что, не помнишь? Глупышка, Сэм, съешь конфетку и все сразу станет на свои места! Ребята, ставьте лайк, если вам понравился наш волшебный аппарат! И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео от Сэма! Вот так! Готово! Наконец-то я дорисовала этот эскиз-платье! О, нет! Это же моя любимая рубашка! Упси! Сэм, есть разговор! Упси! Упси! Да, Сьюз! Я даже не буду спрашивать, почему здесь оказалась жвачка! Я спрошу, как ты загладишь свою вину! Эммм... Новый краб? Я буду так сильно тебе помогать, что ты меня простишь! Ну и постираю все вещи в доме! Согласна! Заодно погугли, как избавиться от жвачки на рубашке! Ребята, наш сегодняшний крафт предотвратит порчу моей одежды жвачками Сэма! Кажется, я слышу какие-то звуки! И они доносятся отсюда! Сэми! Эврика! Кто? Я говорю Эврика! Моя гипотеза верна! Надеюсь, твоя гипотеза связана с отстиранием моей рубашки! Именно! Жвачки боятся холода! Поэтому заморозим жвачку и бум! Идеально чистая рубашка! Да, и правда чистая! Ты молодец! А вообще, я знаю еще кучу способов отстирать жвачку с одежды! Например, с помощью утюга, фена и скотча! Это очень круто! Только ты мне еще должен помочь с крафтом! С превеликим удовольствием! И постирать оставшиеся вещи! Эм, слушай по поводу вещей! Вернемся к нашей поделке! Ребята, сейчас мы нарисуем схему лабиринта, по которому будут катиться жвачки Сэма! Кстати, Сэм, эти вещи лучше разделить по цветам и стирать отдельно друг от друга! Так они не окрасятся! Ба-бам! И еще, на паре футболок есть пятна от нутеллы! Их нужно застирать перед тем, как отправить в стиральную машину! Ю, может я лучше сначала помогу тебе с крафтом? Да я вроде сама хорошо справляюсь! Ты вполне можешь заняться стиркой! Стирка эта скучно! А краски тебе повесила! Сэм, любое занятие можно сделать веселым! Друзья, будьте осторожны с горячим клеем! Попросите взрослых помочь вам! Все дело в творческом подходе! Любую рутину можно сделать супер-мега-интересной! И что, даже стирка может быть веселой? Слабо верится! Конечно может! Сэм, ты же известный креативщик! Пофантазируй как следует, и решение само придет! Креатив, креатив, креатив! Сэм, ты как будто духов вызываешь! Это немного пугает! Раздери меня, Чеддер, я придумал! Это так просто и так гениально в моем стиле! Я в тебе не сомневалась! Ты всегда был очень находчивым слаймом! Итак, мы уже почти доделали корпус машинки для раздачи сладостей! Коп! Вам не кажется, что он похож на лабиринт? Всегда мечтала побродить по загадочному лабиринту! Это так волнительно! Так, я, конечно, рада, что Сэм придумал творческий способ стирки! Но снова стало как-то подозрительно тихо! И это очень странно! Креативная стирка легко! Так быстро? Это становится все подозрительнее. Все в порядке, Фью. Это же креатив. Ну ладно. Ребята, будьте очень осторожны при работе с шилом. А в получившееся отверстие нужно вставить часть ручки. Мы ее уже обрезали до нужного размера. Ну, Сэм, поведай мне, как ты разобрался с грязными вещами. Я их выкинул. Что? Шучу, шучу. Ха-ха-ха, обхохочешься. Если ты не понял, это был сарказм. Оф! Да ладно, Сью, смешно же получилось. Но то, что я тебе поверила, это факт. И вообще не переводите его, мистер Хитрый Слайм. Что в итоге с вещами? Все очень просто. Я их запихнул в морозилку. Я уже догадываюсь, но все равно спрошу. Зачем? Ну, жвачка же от холода отклеилась. Значит, и другие пятна отклеятся. Чего-то в этом роде я и ожидала. Ладно, Сэмми, так и быть. Стирку я тебе засчитываю. Теперь помоги мне с крафтом. К вашим асталогам. Сделай колесо для нашего раздающего аппарата. Ух, один момент. Колесо готово. Ребята, смотрите, какое классное колесико сделал Сэм. С его помощью жвачка будет попадать в наш аппарат. Да уж, с крафтами у тебя дела обстоят намного лучше. Как и у тебя. Я бы вас попросила, мистер Креативная Стирка. Я стираю настолько хорошо, что после моей стирки все вещи выглядят как новые. То есть ты намекаешь на то, что я недостаточно хорош в стирке? Не намекаю, а говорю открытым текстом. Сэм, ты недостаточно хорошо стираешь. Нужно уметь смотреть правде в глаза и признавать свои недостатки. Ты еще пожалеешь об этих словах, когда увидишь мое мастерство? Ну-ну, центральная часть нашей машины должна быть прозрачной. Для этого мы приклеим к корпусу стекло. Итак, Сэм, в чем же заключается твое невероятное мастерство? У моих крутейших секретных лайфхаков. Я же смог с помощью морозилки очистить твою рубашку. Да, угадаю. На этот раз ты закинешь вещи в духовку, чтобы пятнам стало жарко и они убежали. Ты можешь шутить сколько угодно, но ты будешь в шоке, когда увидишь идеально выстиранные вещи. Ой-ой-ой, может ты их еще и погладишь? Может и поглажу. В любом случае ты будешь шокирована. Ребята, а этот прием называется манипуляция на слаймовом перфекционизме. Звучит умно, правда? Это я сама придумала. Нужно просто сказать нашему Сэмми, что он в чем-то не идеален. И готово. Результат вы видите сами. Нет, ну а как еще было заставить Сэму постирать вещи? Итак, наш аппарат будет работать с помощью этого колеса. Прикрепляем его к основе конструкции. Теперь можно прикрепить такое же колесо, только поменьше. Идеально! Идеально чистые вещи! Вау, Сэмми, ты просто... Да-да, я молодец, мы это все и так знаем. Пойдем скорее доделаем наш крафт. Белье постирано и с крафтом я помог. По-моему, кто-то здесь просто шикарен. Интересно кто? Опять твои манипуляции на слаймовом перфекционизме. Что? Как ты меня раскусил? Это было так просто! Я применил известный метод слайм-дедукции. Вау, я даже не знала о таком. Расскажи поподробнее. Думаешь, просто так возьму и раскрою все карты? Сью, это очень наивно с твоей стороны. Ребята, ставьте лайк, если хотите узнать про слайм-дедукцию. Чем больше лайков мы наберем, тем быстрее он нам расскажет. Правда, Сэмми? Вот так. Ты знаешь, пожалуй, я расскажу о слайм-дедукции прямо сейчас. Вау, Сэмми, я очень рада. Ну с чего это вдруг? Ну ты же меня просила за жвачку на твоей рубашке? Да я про это уже давно забыла. Ну давай скорее рассказывай про слайм-дедукцию. Обожаю изучать что-то новое. Это вдохновляет меня на создание новых необычных нарядов. А вот сюда мы будем класть жвачку. Итак, первое правило слайм-дедукции – обращай внимание на детали. Вау, прямо как в моде. Именно детали создают нужный образ и придают наряду определенное настроение. И какие же детали помогли тебе распознать мою маленькую манипуляцию? Ага, маленькую. Я целую гору белья выстирал, погладил и сложил. А сейчас мы делаем крутой спуск для жвачки. Как горка в аквапарке. Сэмми, что там насчет редукции? Ну, во-первых, очень важна речь. А точнее конкретные слова. Вот ты, например, очень часто повторяла «хорошо». Ну и что? Это просто слово? Что это может означать? А то, что таким образом ты пыталась разбудить моего внутреннего перфекциониста. Хм, интересно. Так, давай дальше. Во-вторых, ты использовала прием усиления. Усиления? Первый раз слышу про такой прием. Расшифруй, пожалуйста. И впрямь интригует. Когда я начала доказывать, что постираю вещи, ты сказала, может, ты их еще и погладишь? Таким образом, ты специально сделала так, чтобы вдобавок к стирке я еще и погладил вещи. Ого, ты такой наблюдательный. Наблюдательность – ключевой навык слайм-дедукции. Но есть еще третий пункт. Я вся внимание. Язык тела. Вау, объясни. Когда ты говорила мне, что я недостаточно хорош в стирке, то повела локтин в сторону и посмотрела в правый верхний угол. Это значит, что ты так не думала, а говорила это специально, чтобы я захотела доказать обратное. Теперь я тоже буду ей пользоваться. Спасибо, Сэмми. Ну что, Сэмми, теперь ты можешь наслаждаться жвачкой, а я могу быть спокойна за свои вещи. О, Сью, ты же сказала, что забыла про это. И к тому же я все постирал. Я шучу. Ты большой молодец. Идеально постирал все вещи и с крафтом помог. Ребята, только взгляните, как забавно жвачка пытается найти выход из нашего лабиринта. Вот ты зря не веришь, что я могу сживать всю эту жвачку. Могу это сделать, совсем не напрягаясь. Ну нет, Сэм, не прокатит. Я теперь владея методом и распознаю все манипуляции в два счета. В смысле? Во-первых, ты использовал слово зря, чтобы разбудить во мне внутреннего перфекциониста, который все хочет делать идеально. Во-вторых, ты использовал психологический прием, чтобы вызвать меня на спор, сказав, что можешь сживать всю жвачку, не напрягаясь. И в-третьих, в конце фразы ты отклонился вправо, что свидетельствует о твоем желании заполучить всю жвачку. Ну, учил на свою голову, чтобы я еще хоть раз открыл тебе мои секретные навыки. Ну, извини. Сэмми, держи свою заслуженную жвачку. Ребята, ставьте лайки, если вам понравилось делать это устройство вместе с нами. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые крафты. Пока-пока! Что ж, девальвация валюты меня беспокоит. Курс доллара довольно стабилен, однако… Сэмми, ты чего это? Коллега, я накопил пару долларов и думаю, куда мне их вложить. Так, интересно. Не хочется спонсировать жуликов и бесперспективных стартаперов. Есть хороший вариант, но меня интересует кешбек. А как насчет кешбека жвачками? Должен признать, это весьма заманчивое предложение. Более того, я готов заключить сделку прямо сейчас. Ну тогда готовься инвестировать свои сбережения в овечку-копилку. Думаю, эта поделка будет перспективным вложением моего капитала. Итак, всем привет, ребята. Сегодня мы сделаем очень классную овечку-копилку с выпадающими из нее жвачками. Отличный кэшбэк. Банки должны взять на вооружение эту идею. Я уже сделала несколько заготовок. Пять пластинок с круглыми отверстиями на конце. А жвачка точно туда пролезет, не застрянет? Ну конечно, Сэмми. Я же сначала нарисовала круг от жвачки на нашем картоне. И сделала отверстие даже чуть больше. Теперь наносим клей на основание каждой пластинки. И немного магии. Оп, главное аккуратно. Впечатляет. Только пока непонятно, как из этого получится овечка. Немного терпения, Сэм. Ты же у нас экономист. Вышла вот такая конструкция. И в нее все еще отлично пролезает жвачка. А теперь сделаем крепление. Вставляем старую палочку где-то посередине. И отрезаем лишние концы. Вот так. Готово. Также я сделала еще одну похожую заготовку, только не для жвачек, а для монеток. А в чем разница? На конце не просто круглое отверстие, а круглое отверстие с картонкой под углом, чтобы монетка аккуратно скатывалась. Так, Сэм, пора бы уже начать делать саму овечку. Надо вырезать из картона стенки для основания. Справишься? Я решаю важные экономические вопросы. Ты что, думаешь, я не справлюсь с картоном? Все-все, верю. Тогда бери все необходимое и посмотри размеры стенок у меня в блокноте. Будет сделано, босс. Хотя, стоп, пока не могу. А что случилось? Не могу продолжать поделку, пока вы, ребята, не поставите лайк. Вот, другое дело. Теперь иду. А я пока доделаю основной механизм. Для начала поместим деревянный ободок вокруг отверстия для монет. И укрепим деталь суперклеем. Здесь и здесь. Теперь соединим пластину для жвачек и пластину для монет, чтобы получился единый механизм. Ну вот, конструкция готова. Ну что, Сью, мой капитал начинает материализовываться. Сэм, не понимаю. Ты нарезал стенки для овечки-копилки. Сью, я же об этом и говорю. Вот. Первая. Вторая. И третья платформы. А также несколько стенок для нашей копилки. Отличная работа, Сэмми. Раз уж ты так хорошо поработал, отвернись на секунду. Так, что там? Поворачивайся. Я довела твою работу до совершенства. Очень неплохо всё. Теперь давай доклеим ещё одну стенку. Вставим нашу конструкцию, чтобы всё идеально работало. И добавим ещё одну стенку. Вот, готово. А теперь нужно сделать основной механизм, который будет выталкивать жвачки. Обратите внимание, что верхний слой картона здесь мы смяли. Напоминает качели для двоих. Ей! Давай назовём их качели для кэшбэка. И ещё у нас есть деревянные детали, которые тоже нужно склеить между собой. Это основа механизма. Получается, это мозг нашей овечки. Ведь он выполняет основную работу. Ну, в каком-то смысле да, Сэм. Ты мыслишь креативно? Ещё бы, ведь бизнес в первую очередь это творчество. Вернёмся к наполнению нашей овечки. Добавим небольшой деревянный держатель для резинки. И, конечно, приклеим к основной конструкции. Резинку нужно надеть на механизм, верно? Да. Теперь нужно поместить его вот сюда. Здесь есть специальное отверстие. А, так вот для чего оно. Эта конструкция и будет выдавать нам наш кэшбэк. Сью, я там в твоём блокнотике подсмотрел ещё кое-что. И сделал чуть больше, чем ты просила. Вот заготовки из палочек для мороженого. Сэмми, ты чудо! Давай скорее их склеим и вставим в нашу копилку. Я просто хочу тебе помочь. Тогда нам нужно немного магии. Последнюю приклеиваем поперёк. Теперь поставим здесь картонную платформу. Ставим сюда наши палочки для мороженого. Они выполняют роль рычага выталкивающего механизма. Ну и положим сверху небольшую картонную пластинку. Итак, ау! Сэм, это что ещё за фокусы? Прости, не удержался. А зачем эта резинка? Долго перевязывать? Сэмми, торопышка, сначала ещё одна важная деталь. А резинка нужна для другой стороны копилки. Приклеиваем деревянное крепление. Теперь второе. Как ловко устроим механизм! И обвязываем их этими резинками. Которые, кстати, больно бьются. Ну прости, больше не буду. Уже можно проверить работу всего механизма? Давай, только закинем жвачки внутрь, в наш отдел кэшбэка. Я закидываю монетку, нажимаю на рычаг. Моментальный кэшбэк! Идеально! Осталось только превратить этот механизм в овечку, да? Всё правильно! Сейчас мы это и сделаем. Для тебя, конечно, тоже будет задание. Я готов! Но сначала нужно закрыть наш механизм с другой стороны картоном. Вот так. А также сделать крепление. И натянуть на другую сторону резинку. Теперь нам понадобятся картонные круги. Для начала нужно вырезать сам круг и отверстие для механизма. Вот таким образом тебе, Сэм. Нужно будет сделать ещё семь и поочерёдно приклеить к нашему механизму. Справишься? Проще, чем высчитать годовую инфляцию. Иду делать! А я пока займусь внешним видом нашей овечки. Ну что, пора придать копилке вид овечки. Я уже нарисовала контур мордочки на картоне. Ребята, будьте осторожны с острыми предметами. Вырезаем аккуратно мордочку. Уши, как видите, я специально сделала очень большими. Шерсть нашей овечки я сделала из обычной тряпки. Как вам? А вот и Сэм идёт. Неужели всё сделал? Пришлось вспомнить парочку новых формул и методик, но я готов презентовать свою работу, Сьюзи. Отлично получилось, Сэмми. Теперь можно приклеивать мордочку. Ну вот, копилка начинает приобретать очертания овечки. Что-то мне это довольно напоминает. Не этим ли я мыл вчера пол? Направление мысли верное. Это действительно сделано из тряпки. И пора нашей овечке утеплиться. А вот тут секрет. Молнию можно будет открывать и засовывать конфетки внутрь. Напоминает мне беспроводную колонку с замочком. Не забывай, что это овечка. И у неё есть ножки. Приклеиваем. Я уже приклеил вторую, третью и четвёртую. Давай скорее уже доделаем её, мне не терпится. Подожди, подожди. Нужно же ещё покрасить. Смешаем нужные цвета. Ладно, я пока кое-что ещё сделаю. Посторонись, идёт великий декоратор. Готово! И у меня готово! Я уже подготовил глаза и даже нос! Так быстро? Время деньги, Сьюзи. Не стоит тратить его напрасно. Ну что ж, осталось украсить нашу овечку. Мои финансы срочно требуют надёжного хранилища. А моя душа кэшбэка. Так что давай скорее доделывать. Давай уже опустим в овечку мою первую монетку. Давай. Готово! А у меня ещё монетки есть. Ну-ка. Вот и вторая. Кэшбэка много не бывает. Так, Сэм, ты сильно не увлекайся там. Всё, остальные монетки позже закину. Так скопить гораздо приятнее. А кэшбэком я, пожалуй, воспользуюсь прямо сейчас. Ребята, спасибо, что смотрите наши ролики. Попробуйте сделать такую классную овечку-копилку сами. Обязательно. Вы не пожалеете. Но сначала подпишитесь на наш канал. И прежде чем нажимать на нос овечки, нажмите на колокольчик под видео. Овечка так аппетитно ест монетки. Пора бы нам с тобой Сью перекусить. Да, пойдём, пока ты весь кэшбэк себе не забрал. А вам, ребята, приятного аппетита и приятного крафта. Пока-пока. Что? А-а-а, держи, Сью, я сейчас. Успел. О, тут все шоколадные монеты, которые у меня есть. О, спасибо, Сэмми. Но к чему такая спешка? Сью, ты не поверишь. Эм, погоди-ка. Так это не записка, Сэм, из будущего? Ты просто хотела шоколадные монеты. Неплохо, Сью, очень неплохо. Сэмми, только не обижайся. Я просто хотела тебе подсказать, каким будет наш следующий крафт. Мы будем делать машину времени? Не совсем. Скоро узнаешь. Привет, ребята. Готовы к очередному классному крафту? Как видите, все детали я уже покрасила. Ого, мы все-таки делаем машину времени? Нет, мы делаем торговый аппарат для твоих шоколадных монет. И что ты так зациклился на машине времени? Благодаря этой прозрачной детали мы будем видеть, как монеты катятся вниз. Теперь закрепим пластиковую деталь с помощью горячего клея. Ребята, обязательно попросите взрослых помочь вам. Сью, ну согласись, что машина времени – очень нужная вещь в быту. Вообще, я бы не отказалась от собственной машины времени. Можно возвращаться в прошлое, чтобы доделывать все запланированные дела. А еще можно переместиться в будущее, чтобы быстрее закончить крафт. Мне всегда не хватает времени на выполнение всего списка дел. Вау, круто! Да, неудивительно. Вот он. Я его принес, чтобы ты точно ничего не забыла. Спасибо, Сэмми. Да, с машиной времени мой день был бы суперпродуктивным. Но знаешь, для моей личной машины времени я бы нашел применение получше. Хм, а чем плоха моя идея? По-моему, весьма эффективный метод распределения времени. Ну, возвращаться в прошлое, чтобы помыть посуду, звучит не очень увлекательно. Я бы возвращался в прошлое, чтобы бесконечно есть нутеллу. Как ты собираешься бесконечно есть нутеллу? Ну, вот представь, доел ты банку нутеллы. Вернулся на пару минут назад, а банка снова полная. Ребята, ставьте лайки, если вы тоже хотите бесконечно есть нутеллу. А если серьезно, то путешествия во времени требуют тщательной подготовки. Ой, Сью, все так говорят. Что там сложного? Сел и поехал. Эм, Сэм, для тебя в прошлое отправляться все равно, что зубы почистить. Ребята, мы сделали верхний барьер для дверцы. Чтобы сделать нижний, нам понадобится монетка. Кстати, прикольно было бы по утрам перемещаться в будущее, где твои зубы уже почищены. И ты снова их можешь пачкать шоколадными монетами. Мы еще ореону, пеллой, мороженым, вазельками. Боюсь, этот список бесконечен. Весельками, шоколадными хлопьями, мизонными хлопьями. С помощью этой выдвигающейся части шоколадные монеты будут попадать в аппарат. А выглядеть это будет вот так. Круто, правда? Спагетти, сырными палочками, сухариками. Сэмми, прошу, остановись. Сью, я просто люблю всякие вкусняшки. За счет этих резиночек будет работать дверца нашего торгового аппарата. Вау, выглядит как временной портал. Хм, а ты что, уже бывал во временных порталах, Сэмми? Если да, почему-то меня с собой не брал. Чтобы понять, как выглядит временной портал, не обязательно его видеть. Достаточно просто смотреть фильмы, как я. А, ну в этом ты опытный профессионал. Ха, кто бы спорил? Вот так будет работать дверца. Она будет сталкивать шоколадные монеты прямо в аппарат. Сью, не знал, что ты увлекаешься рыбалкой. Сэмми, какая рыбалка. Я слишком увлечена модой, чтобы думать о ловле рыбы. Эта леска нужна для крафта. С ее помощью мы будем двигать дверцу, которую только что сделали. А вообще забавно. Забросил удочку, сидишь себе на камушке, наслаждаешься закатом. Ага, и не замечаешь, как летит время. Пуф. Убираем лишнюю часть палочки. И скрепляем конструкцию клеем. Наш механизм для спуска монет полностью готов. Итак, пока Сэм мечтает о рыбалке, мы займемся корпусом нашего торгового аппарата. Ребята, не забывайте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Сэмми, ты сделал деталь для аппарата, что я просила. А вокруг тишина. Ты слышишь волны и вдруг замечаешь, как дергается поплавок. Хм, кажется, у Сэма скоро появится новое хобби. Сью, представляешь, я замечтал и совершенно не заметил, как прошло время. Считай, что это было путешествие во времени. Ребята, Сэм сделал отличную ручку для нашего аппарата. Вот так. Механизм, который мы сейчас делаем, будет толкать шоколадные монетки в аппарат. Как странно, иногда не замечаешь, как пролетают часы, а иногда минуты тянутся так долго. Да, точно, это зависит от того, чем ты занят. Вот, например, мы сейчас крафтим, и я даже не знаю, сколько прошло времени. То же самое, когда читаешь комиксы Марвел. Только успеешь открыть комикс, бац, и ты уже на последней странице. Поэтому классно иметь хобби. У меня, например, это крафты и мода. Но я всегда открыта новому, даже рыбалке на закате. Теперь нам нужно приклеить эту деталь к корпусу аппарата. Фью, может, потом сделаем машину времени? У меня есть парочка идей по дизайну. Одного дизайна мало, Сэмми. Аккуратно обрезаем лишнее. Ребята, смотрите, я тяну за леску, и наш механизм работает. Отлично! Почему ты сомневаешься в том, что мы способны собрать крутейшую машину времени? Сэмми, мы еще даже этот крафт не закончили. Ты сначала разработай подробную схему машины времени. Разработать схему? Легко! Мы закончили основу нашего аппарата. Можем перейти к следующему этапу. Ребята, сейчас мы сделаем рычаг, который будет активировать аппарат. Обязательно попросите взрослых помочь на этом этапе. Ну что, Сэмми, убедился, что даже придумать схему машины времени очень сложно? Сэмми, ты как всегда меня недооцениваешь. Я все придумал, до мельчайших подробностей. Ого, так быстро! Ну и за счет чего мы будем передвигаться во времени? Все очень просто и гениально! Звучит многообещающе! Кстати, мы делаем основу для рычага, который будет приводить аппарат в действие. Ну, Сэмми, рассказывай свой простой и гениальный план. В общем, берем много вафелек, обмазываем их нутеллой. А мы точно путешествие во времени обсуждаем? Дай мне закончить! Обмазываем их нутеллой, затем важный момент. Ставим около тарелки камеру. Сэмми, ты меня запутал. Мы дойдем до самого построения машины времени. Заслушай же, Сью! Ставим камеру, чтобы выяснить, куда так быстро исчезают все вафельки. Ребята, рычаг нужно приклеить к корпусу нашего аппарата. Просовываем рычаг в ниточку и в это отверстие. И приклеиваем основание. Сью, ты запомнила план? Так мы выясним технику путешествия во времени. И на ее основе построим нашу машину. Не хочу тебя расстраивать, но вафельки не путешествуют во времени. А? Что значит не путешествуют? Тогда почему каждый раз, когда я начинаю их есть, у меня лежит целая тарелка, и через секунду она оказывается пустой? Все просто. Ты так любишь вафельки, что не замечаешь, как съедаешь всю тарелку. Ну не знаю. Звучит не очень убедительно. По-моему, ты просто невнимательная. Допустим. В любом случае, твой план требует доработки. А наш торговый аппарат готов. Фью, как насчет того, чтобы добавить декора? Да, Сэм, ты абсолютно прав. Та-дам! Добавим еще золотых элементов. Вот так. И про шоколадные монеты не забывай. Конечно, Сэмми, ведь ради них мы все и затеяли. Самое время заполнить наш аппарат шоколадными монетами. О, это моя любимая часть. Сэм, теперь все твои шоколадные монеты будут лежать в нашем крутом аппарате. Ребята, наш аппарат готов. Ставьте лайки и нажимайте колокольчик, если вам понравилось делать этот крафт вместе с нами. Ну что, Сэмми, ты готов получить первую шоколадную монету из нашего аппарата? Всегда готов! Поехали! Надеюсь, шоколад поможет тебе придумать, как построить машину времени. О, да! Сью, мы построим самую мощную машину времени! А мне шоколад поможет придумать самые стильные наряды. Кхм-кхм, мне нужна еще монетка. Прошу! Вот такой классный торговый аппарат мы сделали! Ставьте лайки и подписывайтесь! Кхм, еще одну! Прости, Сэмми, но монетки закончились! Вот видишь, я же говорил, что они сбегают от меня в будущее! Как они могли так быстро исчезнуть? Мне нужно срочно построить машину времени! Ах, Сэмми! В общем, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok